Всеволод Зелёный 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 И делать можно и быть семейным, и профессиональным, и работать, и тренироваться, и отдавать. Это нелегко, это тяжело, но, с другой стороны, цель, которую любой спортсмен себе ставит, это сначала быть настоящим мастером своего дела, а потом уже, в общем-то, выиграть, наверное, все медали, которые ему предназначены, начиная с национального чемпионата, чемпионата страны, чемпионата Латвии и так далее. И уже в рамках сборной поехать на... Это уже почетно поехать на чемпионат Европы, мира. И самый пик — это олимпийские игры. Если уже там завоевывается медаль, я думаю, что это уже... Сел, вот еще такой вопрос. Я знаю, что сейчас открываются в средних школах Риги залы, классы, где детки могут обучаться борьбе, дзюдо в том числе. Что это за программа? Она социальная, конечно же. Идея такая, что... Наверняка многие заметили, что около школ строятся и обустраиваются территории. Это небольшие стадионы, это футбольные поля, абсолютно новые, современные. Связано это с тем, что... Именно при школах связано с тем, что действительно существует такая программа. Ты ее организатор, один из организаторов. Я один из участников этой программы, который связан с дзюдо. Именно работает моя школа, которая занимается тем, что привлекает на сегодняшний день, привлекает детей с районов, с улиц, в те места, где департамент организует спортивные залы. На сегодняшний день это классическая гимназия и 72-я средняя школа. Там в октябре мы открываемся и, в общем-то, приглашаем всех детей на занятия. То есть идея какая? Дать как можно больше возможностей детям прийти и заниматься. Раздеваться физически прежде всего. Да. Причем квалифицировано качество в хороших помещениях. С хорошими тренерами. Абсолютно с хорошими тренерами, с хорошей программой. Это совсем немножечко другой уровень. То есть это понятно, что сейчас в мире свободной конкуренции человек сам для себя должен понимать, что ему нравится, что он хочет и куда бы он хотел направить своих детей. Потому что мы должны понимать, что первые направляющие, первые, кто ведет детей, это родители. То есть они, скорее всего, делают первый выбор, который может стать решающим для детей. Поэтому вместе с департаментом Рижской думы, с департаментом имущества, и с федерациями, со школами мы организуем такие мероприятия, открываем такие залы. Я думаю, что эта программа будет реализоваться и в последующие годы. Так что большое спасибо. Мы желаем вам удачи. У меня только короткий вопрос. Девочкам тоже можно? Берете? Берем обязательно. И женщин тоже можно? Всех. Девочки записываемся. Понимаете, я вот как среди мужчин посидела. Вот это я хотела очень спросить. Спасибо большое, что дали возможность. Всех успехов. Спасибо.